Виталий Хемий Водессе проживает несколько сот временно переселенных, да, переселенцев наших граждан с востока Украины, которых жизнь вот так вот разбросала по стране, и в нашей области их тоже хватает. Они готовятся к зиме, живут в области, живут в Одессе, живут не всегда на законных основаниях, вот по этому вопросу мы сегодня с вами будем говорить. Я недавно побывал на улице Успенской, да, вот 115 человек там проживает, у них есть вода, у них есть электричество, я так понимаю, что они в последнюю очередь благодаря позиции областного света, но их нахождение там немного нелегитимно, скажем так. Как областная власть комментирует нахождение там этих людей? Я полностью разделяю вашу тезу о том, что они находятся там незаконно, и мы как областная власть должны были предоставить всем временно переселенным гражданам Украины достойные условия проживания, что мы и сделали, собственно. И те люди, которые воспользовались нашим предложением, сейчас нормально уже интегрировались в общество, и я имею в виду в этом случае в общество Одесской области, и не имеют с этим никаких проблем. Те люди, которые находятся там, это захват здания, они там не должны находиться, так как это здание находится в аварийном состоянии, и ремонт этого здания сейчас не представляется возможным для бюджета областного совета. Какие-то меркантильные интересы преследуются со стороны этих жителей? Вероятнее всего, да. Потому что те люди, которые хотели получить кровь, они его получили, и наше предложение открыто по-прежнему для всех. А те люди, которые хотят себя видеть одесситами, живя в центре города, пускай даже в аварийном здании, выведенном из эксплуатации, ну, наверное, здесь нужно уже разбираться в правовом поле с ними, потому что, ну, это захват. И что я еще в этом отношении могу прокомментировать? Но, тем не менее, я хочу сказать, что если несколько месяцев назад у этих людей были перебои с тем же светом, с водой, то вот осенью, да, уже в такую холодную пору, у них есть и электричество, и вода, я подчеркиваю. Это благородная позиция областного руководства? Я хотел бы сказать, что, конечно же, это благородная позиция, потому что, как мы можем поступать иначе с детьми, а там очень много детей годовалого возраста, двухгодовалого возраста, это даже видно с вашего сюжета. И здесь, безусловно, мы даем электричество, но не стоит забывать о том, что это здание находится в аварийном состоянии, подчеркиваю. И если, не дай бог, случится какое-то несчастье, кто за это понесет ответственность? Я еще раз хочу об этом сказать. Поэтому, ну, так дальше это продолжаться не должно, и рано или поздно, я уверен в этом, эти люди переедут, либо, согласно своей прописке, на восток Украины, когда закончится антитеррористическая операция, либо в то жилье, которое предоставляет власть и областной совет. Вы, как и я, коренной одессит, и я думаю, что и у вас, как и у меня, в семье есть родственники, которые стоят по 40-30 лет в очереди на жилье и ютятся по 3-4 семьи в одной из комнат не больше 40 квадратных метров, а то и бывает и меньше. И как нам, по отношению к нашим землякам, поступать? То есть, другими словами, это возможно, чтобы люди, наши с вами земляки, одесситы, сегодня сказали, что мы хотим, мы устали ждать, вы нам обязаны дать квартиры, мы стоим по 40-50 лет в очереди, очереди, а если нет, то мы придем и будем захватывать здания. Это незаконно, и это самоуправство. И здесь говорить о статусе переселенца, я готов, но мы, как власть, обязаны переселить их в те условия, в те здания, которые отвечают всем требованиям законов Украины, по санэпидемстанции и так далее. Первое, это первое, и второе, теми, которыми мы располагаем. Вот это ультиматумы, которые некоторые люди, которые живут там, спекулируют и явно преследуют какие-то корыстные цели. Мы не можем открыть там общежитие для них, по многим причинам, потому что мы не имеем права, данное здание, которое перешло в громаду Одесской области, оно перешло на одном условии, что это здание не может быть отчуждено, то есть продано кому-либо. Мы не имеем права там никого прописывать, мы не имеем права делать там общежитие и так далее. Мы можем использовать это здание только для громады Одесской области, то есть для всех жителей Одесской области. Что подразумевалось, когда передавалось это здание, что там возможно открыть дворец детского и юношеского творчества, что собственно и хочет и областной совет, и областная администрация. И сейчас несколько человек, прикрываясь фактами, прикрываясь статусами переселенцев, пытаются рейдерски захватить это здание и показывают детей и так далее. Хочу сказать еще раз, что неоднократно мы встречались с инициативными группами, и я имею ввиду мы, это и областной совет, и областная администрация. И нами были даны все стопроцентные гарантии, что по месту их временного проживания будут дети дошкольного возраста, устроенные во все детские сады, дети школьного возраста будут устроены в школы. И мало того, мы показали количество вакансий на работу в этих регионах. Поэтому давайте перестанем спекулировать. Или, почему никто не говорит, что это ультиматумы, сколько флагов желто-блокитных они бы там не весили и так далее и тому подобное. Это ультиматумы, а ультиматумы неприемлемы. Есть обязанность нас, как местного самоуправления, помочь переселенцам. Мы и помогли, и помогаем, и продолжаем помогать. А кто-то, живя в Горловке, сейчас хочет жить в центре Одессы, на незаконных основаниях. Этого не будет. И рано или поздно, сколько веревочки не виться, конец будет один. Они находятся там незаконно. А громада Одесской области сейчас не имеет возможности сделать дворец юношеского и детского творчества. А я думаю, вы, как журналист, тоже знаете, какая огромная проблема со всеми секциями, кружками. Хотя бы на Троицкой взять тоже здание, которое пострадало несколько лет. После пожара. Абсолютно верно. И сейчас у нас нет возможности собрать все одно большое красивое помещение. Потому что группа людей, немногочисленная группа людей, прикрываясь статусом и прикрываясь, простите, детьми, пытаются шантажировать власть. Я достаточно жестко придерживаюсь этой позиции. Если бы они не имели бы возможность, или мы бы не предоставляли им возможность жить в нормальных условиях на территории Одесской области, тогда бы были вопросы к нам. А сейчас вопросы к ним, тем немногочисленной группе людей, которые прикрываются и не хотят покинуть помещение и не дают развитию Одесской громаде. Вот какая позиция. Мы должны также сказать, что довольно-таки много людей прибыло 3 года назад и 2 года назад в Одессу, в Одесскую область. И процентов 70-75, если не больше, смогли как-то обрести здесь и работу, и жилье. В принципе, вписались в наш регион. Да, стали одесситами без каких-либо условностей. А говорить, когда ты жила в Горловке или там, я не знаю, в каких-то городах, не в Донецке, кстати говоря, что в Подольске. Сам езжай в Подольск. Это неуважение к жителям Одессины, которые гостеприимно открыли свои двери и приняли всех желающих, которые хотят временно переехать на территорию Одесской области. Это что называется? Это как называется? У нас люди в Подольске не люди. Каким образом можно провести эту грань? Они не граждане Украины. Да, у них есть статус временных переселенцев. Но они граждане Украины. И они должны выполнять законы Украины. А вот это красивые картинки создавать. Приходить, плакать на камеры ваших коллег. И рассказывать, как с ними плохо обошлись. Я знаю очень много журналистов после... Вы не первые, кто берет у меня интервью по этому вопросу. Я их всех приглашал поехать в Борщи и посмотреть, какую территорию мы выделили. Какие условия там проживания. И так далее, и тому подобное. Нет. Хочется жить в центре Одессы. А я считаю, что в центре Одессы должно быть такое большое помещение, которое будет служить всей громаде Одесской области. И хочу сказать, я думаю, что не только у меня в семье, и у вас в семье. У многих есть родственники, которые во время Великой Отечественной войны уезжали. И там не стоял вопрос, где мы будем жить. Там стоял только вопрос, куда ехать. А сейчас получается все несколько иначе. А давайте еще один вопрос зададим этим людям. Я уверен, что через какое-то время антитеррористическая операция на востоке нашей страны закончится нашей победой. Мы все это ждем. И вот посмотрим, как дальше эти люди поедут к себе назад. Я не уверен, что они вернутся. Им уже незачем возвращаться практически. Ну, безусловно. Безусловно, люди, которые считают себя абсолютно правыми, когда нарушают законы Украины. И как только мы начинаем какие-то действия в отношении нашей собственности, собственности областного совета, громады Одесской области, выходят дети, за ними выходят старики, вам это ничего не напоминает? Напоминает, три года назад подобная ситуация была буквально в 700 километрах от Одессы, если я не ошибаюсь. Где-то 750-800 километров. Географически могу быть немножко неточен. Но я, насколько понимаю, переговоры, может быть, уже с другой инициативной группой, но с этими людьми должны продолжаться. Мы всегда открыты к переговорам, наше предложение по переезду всегда будет оставаться в силе. И мало того, мы готовы были помочь с переездом всех тех, кто находится на Успенской. Я имею в виду в виде транспорта и так далее. Мы готовы, я еще раз повторюсь, интегрировать их в местное общество. Чтобы ни один ребенок не оказался без детского сада. Ни один ребенок не оказался без учебного заведения. Все это мы готовы делать. А то, что мы видим, это ультиматумы и рейдерский захват. Все. На этом надо поставить точку. И не смотреть это с каких-то других ракурсов. Мы сейчас на свой страх и риск, люди, которые сейчас работают в управлениях областного совета, на свой страх и риск. А это подсудное дело. И у них есть тоже семьи. Дают электричество и так далее. В здании, в котором, не дай бог, может что угодно случиться. В здании, в котором работают куча отопительных приборов, при этом временная проводка проведена и так далее. Я не хочу проводить никаких аналогий. Но это рано или поздно добро не закончится. Благодарю вас за вашу позицию, Анатолий Игоревич. Она, конечно, жесткая, но справедливая, скажем откровенно. Мы также должны были вам предоставить право высказаться по этой теме. Поскольку люди, которые, скажем так, оккупировали, да, или, как сами говорят, захватили этот дом, также высказались. Я думаю, что этот вопрос решится в более-менее мирном русле. Главное, законном. Спасибо, Анатолий Игоревич, за то, что уделили внимание и рассказали нашим зрителям, может, кто еще не в курсе этой ситуации. Спасибо. Оставайтесь на репортере, берегите себя. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok